Добрый день! Сегодня у нас в гостях Татьяна. Она расскажет нам свою историю. Татьяна, спасибо большое, что нашли время. Скажите, пожалуйста, из какого вы города? Сколько вам было полных вред на момент постановки диагноза? И какая именно лимфома и стадия? Всем привет! Меня зовут Татьяна. Мне 33 года. Я из города Ростов-на-Дону. Мой диагноз – это лимфома Ходжкина, четвертая стадия, вариант нодулярного стлероза. Какие у вас были первые звоночки? Почему вы решили обратиться к врачу? Какой это был терапевт, наверное? Что не понравилось в своем состоянии? Вообще, уже анализируя то, что происходило, я поняла, что на самом деле симптомы начались раньше, чем я, наверное, обратила на них внимание такое пристальное. Получается, прошлым летом, это вот лето 22-го года, у меня пропал аппетит. Вот, ну, просто мне не хотелось есть абсолютно. При этом я всегда была любителем как бы поесть и получала удовольствие от еды. А сейчас не было ни удовольствия, ни аппетита, ни голода, вообще ничего. Вот. Ну, вес я при этом постепенно теряла, как бы не как-то массово. Массово, то есть где-то в месяц, наверное, один килограмм. Ну, я еще подумала, как бы лето. В принципе, я и летом всегда теряю вес. Ну, и как бы такого прям внимания не обратила. Вот. Потом настала осень. Я к тому времени, ну, где-то килограмма 4-5 потеряла уже. Начался какой-то зуд. Он сначала такой был, ну, не слишком навязчивый. И, ну, дошло до того, что я просто хотела, не знаю, снять с себя кожу, наверное, такой. Где-то через пару месяцев я уже была вся просто в ранах, расчесах. Особенно ноги страдали. На них просто не было живого места. Вот. И, ну, к тому моменту, как меня взяли на химию первую, у меня уже, в принципе, все тело было в ранах. Вот. И я не могла спать. То есть, это месяц 3-4, наверное, я не спала ночью вообще. Ну, естественно, как бы из-за того, что у меня началось все как бы с кожи, я пошла сначала к дерматологу. Вот. Потому что я думала, ну, мало ли, может, у меня какая-нибудь чесотка или что-то такое. Вот. Пошла. Рассказала ей все. Она меня там осмотрела. Прописала мне сделать тест на чесоточного клеща. Соскоп. Вот. Вот. Он, естественно, ничего не показал. Она мне прописала какую-то мазь гормональную. Я ей пользовалась. Она тоже ни к чему это не приводила. Вот. Получается, мне было все хуже и хуже. Добавился еще кашель. А, ну, как бы, получилось так, что мне показалось, что я просто заболела, ну, как обычно. Вот. У меня начало болеть горло. Кашель начался. И температура. Вот. Ну, как бы, как просто обычная там ОРВИ, как я обычно болею. Ну, как бы, вылечиться. Я пила антибиотики и делала ингаляции. Вот. Ну, как бы, в принципе, все, что я обычно делаю. Вот. Но это почему-то не помогало. Абсолютно. И состояние мое ухудшалось. Вот. Температура не падала. Как бы, я ее не сбивала. Чем бы не сбивала. Она всегда держалась где-то вот. Ну, меньше 37-и она не падала. Вот. При этом она как-то в какой-то момент перестала чувствоваться. Ну, как бы, я понимала, что мне плохо. Но это не так, когда вот тебя там температура 37, тебе там кости ломит. Хвост отваливается. Ничего такого не было. Просто как-то, ну, странно себя чувствуешь. И это длилось и длилось. И, получается, я уже дошла до терапевта в январе. У меня почти все показатели были не в норме. Зои было повышенное. АЛТ, АСТ, вот эти печеночные. Она мне сказала еще сделать рентген. Грудной клетки. Вот я пошла сделала. Он ничего не показал. И еще она мне сказала делать узильный паузов. У них же в клинике я это сделала. Сначала узист спросил меня, ну, как я, короче, эпиляцию делаю. Я говорю, ну, бритвой. Он говорит, ну, наверное, просто, типа, как бы, рана произошла. И из-за этого лимфоузлы могут воспаляться. Но потом он начал смотреть и, как бы, понял, что это нифига не так. Он уже связался с моей терапевткой. И она в срочном порядке сказала, что, типа, быстро доделай все, что, как бы, все анализы, все. И я их прислала. Прислала результаты рентгена. Она сказала, что, ну, как бы, узист ей сообщил, что узлы очень плохие. Вот. И она мне сказала, что тогда иди делай КТ. Я пошла, сделала КТ, и там уже, как бы, ну, все было ясно. Было образование. Достаточно массивный был конгломерат средостений. Ну, где-то 10, ну, больше 10 сантиметров, в общем, было. И да, она мне сказала, что, ну, в принципе, в КТ тоже было написано, что требуется консультация онколога. Вот. Я тогда как-то не знаю. Хотя это прям, ну, фраза говорит о том, что все, как бы, у тебя, наверное, онкология. Я как-то, не знаю, у меня какое-то отрицание случилось. Вот. Но при этом я понимала, что, как бы, ну, деваться некуда. Я пошла уже к своему местному терапевту, тут, где я живу. До этого я ходила в частную клинику. Вот. Ну, как бы с ней еще посоветоваться. Она сказала, что, да, типа, только в Ростове, если только одно место, туда только идти. Это называется онкоинститут. Ну, сначала я почему-то попала к теракальному хирургу. Потому что, наверное, как бы, образование было в средостении. Вот. Но он, в принципе, все понял, что я не его клиент. Он меня отправил на биопсию. Вот биопсия в Ростове у нас уже почему-то делается, как трепан, вот это, иглой. Знаешь? Да. Мне, как бы, лимфоусил полностью никому не удаляли почему-то, я не знаю. Хотя это стандарт. Вот. Но у меня, получается, хватило материала для постановки диагноза. И где-то через две недели пришел ответ, что, да, это онкология. И еще через две недели уже установили, какая. То есть это лимфома Ходжкина, натулярный склероз. И потом уже вы с диагнозом отправились к гематологу, правильно? Или к онкологу? Кто вас лечил? У меня гематология. У нас есть отделение гематологии. Вот. И они уже, как бы, я пришла на прием. И они сказали, что, типа, такая ситуация, у вас онкология. Это лечится. Ходите у нас лечиться. Я говорю, да. Вот. Ну, в принципе, где-то через пару недель, наверное, или неделю, что-то такое у меня взяли в немнадцатый стационар. Мне назначили Биокоп-21. Я уже у нас в чате узнала, что его не используют. У меня должно было быть шесть курсов, но было пять. Потому что на пятом курсе я его закончила и, в принципе, сразу отъехала в инфекционную больницу с герпесом. Там где-то две недели я тоже провела. Честно говоря, думала, что я там погибну. Ну, настолько плохо было. Мне никогда так плохо в жизни не было. И химия, конечно, по сравнению с этим легко переносилась. Вот если бы не эта побочка, в принципе, я бы, ну, хорошо закончила курс. У меня был ПЭТ перед началом лечения, потом после окончания. Каждые два курса нужно делать ПЭТ-КТ, чтобы понимать динамику, чтобы там сделать эскалацию, либо деэскалацию. Но у нас такого не делали. У нас после четвертого отправляли на просто КТ всего тела. И после шестого у меня должен был быть ПЭТ. То есть после окончания моего протокола. Ну, так как я сделала пять курсов, потом мне стало очень плохо. И я в этом состоянии довольно долгое время была. То есть мне лучше не становилось. И у меня были очень плохие показатели крови. И с такими показателями меня не взяли на шестую химию. Вот. Меня отправили, получается, на ПЭТ. И ПЭТ показал один балл. И потом меня отправили на лучевую. Вот так. И сколько уже прошло лучей? У меня было 15 сеансов. И всего 36 грей. Это было в августе. И получается уже вот сентябрь, октябрь, ноябрь. Три месяца прошло. То есть три месяца вы уже в ремиссии. И сейчас будет очередной контрольный ПЭТ. Я вас поздравляю тогда с окончанием лечения. Спасибо. Наверное, нас смотрят люди, кто только сталкивается с этим. Что бы пожелали тем, кто вот только получил свой диагноз и готовится начинать лечение? Я просто вспоминаю себя. И это было, конечно, довольно шокирующее событие. Меня очень поддержало в какой-то момент то, что, во-первых, есть много очень. Я слышала такую фразу, что лимфома – это лучшее из худшего. Я не знаю, меня это реально поддержало. Это довольно большой шанс на излечение, на ремиссию. При этом я стала узнавать, что у каких-то моих знакомых и даже друзей у них тоже был этот диагноз, только очень-очень давно. И они излечились, и даже никто и не знал уже, что у них когда-то была онкология. И ещё один момент. Это такой выбор определённый. Говорить ли окружающим, что у тебя диагноз. Я приняла решение не только сказать, но и сделать аутинг в соцсетях. И я получила просто невероятную большинство поддержки. Меня это сильно удивило, что меня так поддерживают, что меня любят. Но это было каким-то таким опытом, у которого у меня никогда такого не было. И меня это очень сильно поддержало и поддерживало на протяжении всего курса. Поддержка, она всегда важна. Спасибо большое, что поделились своей историей. Если вы тоже хотите рассказать свою историю, пожалуйста, пишите. Ну а если вы в начале пути, то лёгкого вам лечения и вечной ремиссии. Спасибо большое, что уделили время. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Спасибо.